Ромка, друзья, что если я вам скажу, что в третьем Варкрафте есть боты, которые могут в теории обыграть даже профессиональных игроков в третьем Варкрафте? Интересно? Давайте разберемся. Лайк, коммент, благодарность за контент. Речь идет о так называемом Амайботе, который выпустили первую версию, имеется в виду, еще в 2007 году и продолжает поддерживать путь до нашего времени. Последнее обновление этого бота вышло 7 сентября 2022 года, то есть совершенно недавно. Ради интереса я решил ознакомиться с последней версией, поиграть против этого бота и с удивлением для себя обнаружил, что против него действительно очень интересно играть, потому что он принимает необычные, нестандартные решения для бота и при этом, черт побери, очень хорошо микроконтролит. Ключевое отличие Амайбота заключается в том, что он умеет принимать решения на ходу, а не играть по какой-то заранее написанной методичке. Ну то есть, грубо говоря, если классический бот в третьем Варкрафте просто строит всех юнитов подряд понемногу и в принципе не принимает во внимание то, что происходит на карте, что делает его оппонент, Амайбот постоянно меняет композицию своей армии. Например, если ты против него построишь очень много рыцарей, у которых тяжелая броня, то Амайбот начнет делать юнитов с магической атакой, потому что магический урон наносит в два раза больше урона по юнитам с тяжелой броней. После этого, если ты, например, как игрок адаптируешься и сделаешь много мортир или каких-то стрелков для того, чтобы по-быстрому выносить кастеров, например, которые наносят магический урон, то, соответственно, он после этого начнет делать сам условных рыцарей или юнитов, которые контрят тех юнитов, которые есть у тебя. То есть бот в ходе матча постоянно меняет композицию армии, как самый настоящий игрок, и это делает каждый матч достаточно уникальным. При этом, что немаловажно, бот также очень хорошо управляет своей армией, особенно если сравнивать, конечно же, со стандартным ботом. Он умеет очень хорошо отводить раненых юнитов на базу, для того, чтобы в дальнейшем их вылечить. Так делают многие сильные игроки в третьем Варкрафте специально для того, чтобы экономить ресурсы. Ведь дешевле вылечить юнита, а не построить нового. Классический бот в третьем Варкрафте абсолютно не учитывает этот момент. Этот же учитывает и пытается делать все возможное для того, чтобы оптимизировать все расходы, доходы и реализовать весь потенциал своей армии. Также этот бот способен брать нейтральных героев из таверны. Он гораздо круче пользуется артефактами героев. Потому что если играть, например, классические боты, то у меня даже была такая ситуация, когда стандартный бот одновременно нажал два свитка телепорта двумя разными героями в одном и том же месте. А майбот такой тупой ошибки никогда не сделает. Ну, по крайней мере, если ты не доведешь его до ручки. Помимо отводов юнитов, есть еще и другие очень крутые микрофишки, которым активно пользуется бот. Например, в одном из моментов меня бот шокировал, что он может хорошо воспользоваться дирижаблем для спасения юнитов. Ну, вы сами посмотрите. Ну, круто же. ЧТО? 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 Иду. В чем дело? Мой клинок. Наградоваш. Ну и при этом сам общий микроконтроль у Амайи бота выглядит гораздо сильнее, если сравнивать со стандартным ботом. Потому что Амайи может выбирать, например, цель для атаки всей армии. Например, если есть какой-то уязвимый герой, он может стрелять по нему всем вместе, а не распределять урон по всем целям в любой ситуации. Потому что контроля в принципе нет. Нет, Амайи бот пытается хорошо контролить, понятное дело, в рамках возможностей самого бота в третьем Варкрафте. И при этом, что круто, у Амайи ботов есть персоны. То есть это работает, грубо говоря, как в Command & Conquer, например, в Генералах или в Редалер третьем. В зависимости от того, какая персоналия управляет ботом, меняется и поведение бота. Например, какая-то персоналия может быть очень агрессивной, и бот будет пытаться очень быстро закончить игру, устроить какой-то товар раж, застройку, максимально ранняя атака, без дополнительной базы и все в таком духе. С другой стороны, персоналия может быть, например, пассивной и защитной, которая рассчитывает на то, что она будет играть от обороны, от выгодных разменов, и, соответственно, он не будет принимать какие-либо рискованные решения. Это, опять же, помогает делать каждый матч достаточно уникальным. Также персоналии могут по-разному реагировать на то, что происходит в матче. Самый характерный момент это то, когда бот сдается. Есть такие персоналии, которые вообще никогда не сдаются, а есть те, которые при каких-то серьезных проблемах уже выходят из матча, таким образом экономя время. Ну и еще прикольная фишка с тем, что у всех персоналий есть разные реплики, которые они пишут в чате. Кто-то оскорбляет своего оппонента, кто-то, наоборот, ведет себя дружелюбно. Мелочь, но мне кажется, это очень прикольно, и некоторые реплики у меня, правда, вызывали улыбку и умиление. Это же какое-то. Сейчас очень прикольный момент будет для многих из вас, потому что я знаю, что вам проще так играть. С Амайи ботом приятнее играть в команде, потому что Амайи бот дает сигналы своему союзнику, что он собирается делать, куда он собирается атаковать и так далее. Соответственно, с ним легче кооперироваться. Ты не будешь просто сидеть и ждать в надежде на то, что ты поймешь, что собирается делать ИИ, когда у него нет плана. У Амайи бота есть какой-то план в голове, он может быть не какой-то серьезный, он может быть не какой-то крутой, но он есть, он его озвучивает, и с ним можно кооперироваться, что превращает командный опыт игры в третье Варкрафт, ну, когда ты играешь с ботом против других ботов, куда более интереснее, чем со стандартным ботом. Это я точно могу вам сказать. Но и при этом у игроков-людей есть возможность самим влиять на этого бота и говорить ему команду, куда атаковать. Таким образом, легче, опять же, контролировать игру и как-то кооперироваться в команде. Я провел несколько матчей против Амайи бота и был приятно удивлен. Играть против него очень интересно. Даже несколько раз проиграл, когда я играл против бота тяжелого уровня, когда я, например, пытался выпендриваться и играть чем-то, чем я никогда не играю, или не привык играть. В таком случае бот приходил в гигантской армии и просто выносил меня, на что я не имел ответа. А потом, даже когда я использовал что-то более стандартное и то, что я умею делать, даже в таком случае победить этого бота было несколько проблематично. Что делает матчи против него увлекательными, веселыми и действительно крутыми. Это какой-то прям новый опыт в третьем Варкрафте, который мне действительно нравится. Я вам советую им воспользоваться, особенно учитывая, что Амайи боты будут работать на всех версиях Варкрафта, как лицензия, так и пиратка, так как я знаю, что многие из вас и пользуются. Однако, идеален ли Амайи бот? К сожалению, нет. Есть много проблем, есть много моментов, которые вызывают вопросы. Амайи бот не способен грамотно и нормально реагировать на какие-то совсем нестандартные ситуации, к которым его не готовили и к которым его не программировали. Например, на карте Twisted Meadows, где есть золотые шахты на островах, которые можно добраться только до Дирижабли и просто не понимал, как туда добраться. Специально ради интереса я поставил двух ботов максимального уровня и в итоге, понятное дело, они мне основную базу пронесли, потому что у них в два раза больше ресурсов, в два раза больше армия, а так как их два, то получается противника по сути четыре. Ну и в итоге мне пришлось эмигрировать на остров, где я начал строить новую базу. И со временем я обнаружил, что враг просто не может попасть на этот остров, он не умеет вот так вот пользоваться Дирижаблем для того, чтобы транспортировать армию. И в итоге потенциально таким образом можно победить хоть три бота одновременно, хоть двадцать, хоть тридцать, даже если они заберут все шахты. У игрока на картах, где есть острова или какие-то базы, до которых не дойти, есть возможность издалека расстреливать вражескую армию, убивать их, в итоге получая дополнительный опыт для своих героев и таким вот образом потихоньку разменила. То не является, как по мне, интересным, но есть люди, которые любят так вот обузить. И, понятное дело, это единственный способ сломать бота. Есть еще множество других, которые еще можно найти. И, возможно, вам как раз интересно будет найти способы, как можно сломать Амайи бота, для того, чтобы достигнуть победы и успеха. Я лично ломать ботов не люблю и, в принципе, тратить 2-3 часа на то, чтобы уничтожить гигантскую армию, время особое тратить я не хотел, поэтому я не доигрывал до конца. Но я уверен, что если бы я все 2-3 часа играл бы, я в итоге победил бы на этих островных картах, потому что, ну, как он может меня победить, если он чисто физически не может добраться до моей базы. Также есть проблемы с тем, как бот играет за разные расы. По моим субъективным наблюдениям, за разные расы бот играет совершенно на разных уровнях. Ну, или, по крайней мере, так мне лично показалось. Например, если ты играешь против Амайи за ночных эльфов, то он как-то очень странные решения принимает, я бы сказал бы. Он регулярно пользуется друидами медведя, но при этом не трансформирует их в боевую форму. Достаточно плохо пользуется способностями или, например, юнитами. Его относительно легко зарашить. И, соответственно, по моим наблюдениям, опять же, бот за ночных эльфов не такой уже сильный. С другой стороны, если Амайи бот играет за нежить, то это просто какой-то непобедимый трэш. Точнее, победимый, но с очень большим трудом. Для того, чтобы победить Амайи бота максимального уровня на карте Амазонии, к тому же еще и за орков, я потратил огромное количество времени. Пробивать базу нежить невозможно, а при этом еще у тяжелого бота в 2 раза больше ресурсов. То есть, вместо 10 монет в секунду он получает 20 золотых монет. Это с одной шахты будет 2 шахты, будет 40 золотых монет. Неограниченное количество ресурсов. Если ты убьешь юнита, он построит еще 2-3. И при этом еще база максимально укреплена, потому что везде башни духов, койлы новые в тебя летают и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень сильно усложняет игровой процесс против нежити. Неважно, какая персональя играет. Закончить матч почти невозможно. Особенно, если сравнивать с какими-то ночными эльфами, где если мана в колодцах заканчивается, то виспы сами по себе ничего не могут, а армию можно убивать. Как и здание для того, чтобы эти самые солдаты не производились. Это просто для сравнения. Поэтому, по моим наблюдениям, самый сложный челлендж сама и ботом, это в один на один, если рассматривать именно этот формат, победить тяжелого бота за нежить. Призываю вас попробовать исполнить этот челлендж, потому что, ну, это действительно то, чем можно гордиться и сказать, что да, я неплохо играю в 3-й Warcraft. Если ты это сделал. Играть даже против легкого или среднего бота, если вы не очень хорошо играете, не как там, киберкотлета какая-то, то должно быть гораздо интереснее, чем против стандартного бота. Потому что Амайя бот умный. Он пытается принимать какие-то рациональные и правильные решения. И он пытается в рамках своего алгоритма как-то думать и меняться, а не делать что-то одно и то же. Именно поэтому опыт игры против Амайя бота трансформируется во что-то абсолютно невероятное и очень веселое. Ссылку на скачивание бота я оставляю в закрепленном комменте и в описании. Как пользоваться этим ботом? Скачиваете файл по ссылке и там, если что, находятся карты. Карты скидываете в папку User, Документы, Warcraft 3, Maps. После этого заходите в игру и просто создаете в одиночной игре сражение против бота на какой-либо карте, которую вы найдете. Там карт не так уже много, но с другой стороны, можно любую карту запрограммировать, что там был Амайи бот. Плюс еще сверху этого, можно даже вручную настраивать бота, чтобы он играл по какой-то конкретной стратегии и оптимально пытался дойти как можно быстрее, доиспользуя какого-то конкретного юнита, который вы ему прописываете. Но так как я гуманитарий, а не программист, то, соответственно, программировать я это все не умею. Но при желании вы можете с этим разобраться. От всей души советую вам попробовать. Это круто! Приятного всем вечера!